Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! С чем связан этот запрет на приобретение садовых участков? Ну, давайте по порядку. Значит, запрет у нас как бы установлен на создание новых садовоческих товариществ, расположенных в пределах пригородной зоны города Минска. Ага, то есть это не то, чтобы уже совсем-совсем нельзя? Нет, нет, нет. Понятно. Вот, поэтому как бы ограничили их размещение, и указом 387-м внесли такие изменения. А что значит создание новых товариществ? Это осваивание новых земель? Получается, да. При создании товарищества как бы требуется занятие земель. В настоящее время у нас очень строгие условия предоставления этих земельных участков. В основном всегда затрагиваются сельхозземли. Вот. И в действующих садовоческих товариществах на данный момент имеется достаточное количество земельных участков, которые могут удовлетворить спрос. А запрет на отчуждение земельных участков коснулся тех участков, которые права до 1 января 2015 года не были зарегистрированы. И установлен срок запрета в течение пяти лет на такие участки. Скажите, а вообще есть какие-то новые правила продажи земельных участков в садовых товариществах? В призракной зоне города Минска на данный момент этим же указом номер 387 установлено условие, что такие участки будут предоставляться по аукционам. То есть, если я захочу продать свою дачу, я должна ее выставить на аукцион? Нет. Если по состоянию на 1 января 2015 года прошел пятилетний срок с момента регистрации ваших прав на этот участок, то вы их праве продать. Если же нет, значит нужно ожидать истечения пятилетнего срока. Скажите, а вот есть ли какой-то конкретный километраж, например, в зоне 60 километров от Минска, вот все это дело вступает силу? Есть какая-то черта? У нас есть определенная пригородная зона города Минска, она установлена, и вот в пределах этой зоны запрет существует пятилетний и размещение новых садоводческих товариществ. Ясно. В общем, все понятно и все запутано чрезвычайно, но есть еще один момент, который волнует всегда тех, кто любит отдыхать на природе. Что сажать туда? Что не сажать? Но работать особо там не любит. Да, ну вот поговорим давайте о таком пункте, как не ухаживание, не обработка земли. Говорят, забирать будут эти кусочки земли, за которыми должным образом не присматривают физлица. Значит, если земельный участок расположен в садоводческом товариществе, то гражданин вправе не возводить там садовый домик, а выращивать овощные, ягодные, декоративные и иные сельскохозяйственные культуры и проводить свое время. Скажите, а если там у меня домик в садовом товариществе, и я вместо того, чтобы засеять там картошкой поле, взял и выкопал бассейн? Ну, понимаете, у нас земельные участки садоводческих товариществ предоставляются для коллективного садоводства. То есть нужно земельный участок использовать по целевому назначению. Это выращивание каких-то культур, либо отдых. Но явно бассейн там нельзя. Нельзя. А если вокруг я засею пальмами? Вот я хотела сказать. Ну это же декоративная культура, почему бы нет? А что касается вот самих этих посадок, какая площадь участка должна быть засеяна? Может быть, я посажу себе гретку и клубники, и мне будет этого достаточно, а остальные 5 соток будут, например, или да, остальные 5 соток будут засеяны газоном. Это будет считаться уже обработкой должной земли? Главное, чтобы участок надлежащий использовался. Не росла сорная растительность, а был порядок на земле. Все, не более. То есть газон, в принципе... Газон вполне нормальное явление для участков садоводческих товариществ. А есть разница, я так понимаю, садовое товарищество и населенный пункт, да? То есть дома, частные дома или коттеджи, которые имеют тоже свой какой-то приусадебный участок. Давайте немножко разделим понятия. Земельный участок в садоводческом товариществе предоставляется для коллективного садоводства, а земельные участки в населенном пункте для строительства и обслуживания жилых домов. Это совершенно другое целевое назначение. То есть на этих участках, которые расположены на населенных пунктах, необходимо ввести жилой дом, то есть с целевым назначением, для которого был предоставлен этот участок. То есть что-то там посадить никто не требует от этого, да? Ну, посадки это по вашему желанию, но целевое назначение это для строительства и обслуживания жилого дома. Марина, скажите, неужели специалисты вашего управления, вашего учреждения смогут обойти все садовые товарищества и посмотреть, у кого что растет, что цветет и так далее? Есть у нас такое понятие, как осуществление государственного контроля за охраной и использованием земли. Этим занимаются у нас местные органы. То есть, да, в их компетенцию входит такое действие, как осуществление госконтроля. Смотрите, я для себя уяснил совершенно одну истину. Если я вхожу в состав садового товарищества, я должен обязательно что-нибудь там выращивать в какую-нибудь агрокультуру. Если же это населенный пункт, то я ничего не обязан этого выращивать. Главное построить дом. Обязан построить там дом, да? Радицин и посадить дерево. Ну, именно там, да. А на даче дом не нужен? Это по желанию, да? Это по желанию. А что касается времени, вот в течение какого времени у меня на даче должна появиться растительность и вообще есть ли требования к урожаю? Вот принеси, да покажи мне первый урожай, тогда я буду знать. В течение одного года с момента государственной регистрации прав на земельный участок, который у вас расположен в садового товариществе, в течение одного года вы обязаны приступить к его освоению. Ну, существуют же разные ситуации, да? Есть же форс-мажор, здоровье опять-таки, еще что-то, работа и так далее. Вот рассматриваются ли какие-то такие, может быть, уважительные причины? Да, я понимаю. В любом случае, вы вправе обратиться в местный исполком с заявлением соответствующим, по какой причине вы не можете на данный момент освоить этот участок. Скажите, ну, что касается какого-то засеивания, тут понятно, да? А что касается постройки дома в населенном пункте, есть какие-то требования для того, чтобы дом был построен в какие-то сроки или, например, дом недостроен, сколько может в таком недострое стоять? Ну, у нас законодательно установлен срок в течение трех лет. Если по каким-то жизненным обстоятельствам у нас это не получается, возможно, и деньги закончились, вы вправе обратиться за консервацией этого строения. И вдруг еще какие-то условия, еще... Какие-то причины, да? Причины, да. Еще, значит, консервация у нас в течение трех лет, и в течение двух лет вам еще исполком вправе продлить. То есть в общей итоге в течение восьми лет вы сможете возвести жилой дом. Марина, спасибо вам огромное. Спасибо большое. Теперь все стало более или менее понятно. Если что-то еще, если какие-то вопросы еще у нас возникнут, мы вас обязательно позовем, и вы нам все разъясните. Я напомню, что сегодня в студии хорошего настроения была заместитель начальника управления землеустройства Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь Марина Остапенко. Мы вас отпускаем на работу. Рабочий день все-таки идет и у вас, и у нас. Прямо сейчас в эфире телеканал СТВ новости 24 часа.